Этот конфликт назревал очень долгое время. Если мы немножко посмотрим в истории, то данная территория вошла в состав Грузии еще в 1922 году. Южная Осетия — это неотъемлемая часть Северной Осетии. Две части одного целого народа не могут существовать сами по себе. Пока существовал советский строй, он гасился, но после развала Советского Союза в 1991 году все составляющие этого конфликта были налицо. Одна часть бывшей грузинской Советско-Социалистической республики сказала, что имеет право на самоопределение, на отделение полное от остальной Грузии. А вторая часть даже не прореагировала на все те мысли, которые были у этой маленькой территории, которая говорила на другом немножко везытье и видела свое место как-то иначе. Так случилось, что более сильная сторона, она постоянно давлела над этими отрекшимися маленькими частями бывшей Грузинской ССР. Это и Абхазия, это и Южная Осетия, это и Аджария. Давлела почему? Потому что Грузия и так не самая большая страна, но станет вопрос вообще о существовании этой республики. Ну а что было делать этим республикам, которые не хотели жить в Новой Грузии по ее законам? Ничего не оставалось, как бороться за свое самоопределение. Так было с Абхазией, где разразилась сразу же после развала Советского Союза война между грузинами и Абхазами, где приняли участие многие добровольцы со всего Кавказа. И в результате все это закончилось в пользу Абхазов. Так было и в Южной Осетии, но там войны большой не состоялась сразу по развалу Советского Союза. Она готовилась, но она готовилась на перспективу, которая открылась ранним летним утром 8 августа 2008 года. И вышла в историю как пятидневная война или война 08-08-08, пользуясь несомненным перевесом в вооруженных силах, в подготовленных спецназовцах, потому что к тому времени Грузия уже стала партнером НАТО и поучаствовала даже в Иракской войне. Это огромное войско двинулось к границе Южной Осетии, чтобы привести в чувство эту республику и пожестче ее пристегнуть к себе. На то время вооруженных сил как таковых в Южной Осетии было мало. Мы говорим о нескольких сотнях тысячах населения. На то время в республике стояло три миротворческих батальона – один собственный, один грузинский и один русский батальон. Но миротворцы – это всего лишь 500 человек, у которых в основном легкое вооружение и отдельные бронеавтомобили для усиления. Не более того. Утро 8 августа 2008 года началось с гула крупнокалиберной артиллерии, которая ударила по Цхинвалу. Это осетинское название этого города. Грузины предпочитают Цхинвали называть. Ударили по расположению российского миротворческого батальона и по секторам, где были силовые ведомства типа местной милиции и так далее. Этого оказалось мало. Начали бить еще и по жилому сектору. Грузины целенаправленно нагнетали обстановку, чтобы посеять страх в людских сердцах, чтобы им было легче добиться той самой победы, которую они жаждали. Я хочу также пояснить, что в этот день в Петине открывались 29-е Олимпийские летние игры. По всем законам, идущим еще из Древней Греции, многочисленные тысячелетия, все конфликты на время ведения Олимпийских игр прекращались по всем землям, которые входили в состав тех самых олимпиоников. Здесь же мы с вами наблюдаем обратный эффект. Эти самые игры, торжества спорта, мира, дружбы, вот они были использованы для того, чтобы военным путем завоевать какие-то непокорные территории. Штурмовые группы, вышедшие из Грузии, они шли потоком, они были хорошо обучены, они были комплектованы на то время прогрессивным оружием. Союзники по НАТО, они поставили им ту технику, которой ни у кого больше не было на тот период времени. Поэтому, естественно, фактор внезапности сыграл свое дело. Но дальше, когда эти колонны стали подходить к синвалу столицы, непризнанной тогда республики, стало понятно, что легко им пройти в город не удастся. На пути встали все, кто мог держать в руках оружие. Это были осетинские милиционеры, это были и расистские миротворцы. В неимоверно сложных условиях они не побежали с поля боя, заняли оборону. Они начали истреблять ту броневую технику, которая продвигалась. Я потом видел танки на улицах Синвала, точнее, запчасти от них, отлетевшие на десятки метров от корпуса башни. Дибли наши солдаты-миротворцы, дибли мирные люди. Такая тактика сработала в первые часы этой операции. Но чем дальше грузинские войска ввязли в своей же операции, чем труднее было им продвигаться вглубь города Синвала, становилось понятно, что помощь придет. Помощь пришла, пришли мотострелки, подняли в небо самолеты, которые начали операцию по принуждению Грузии к миру. Их надо было в полном соответствии с конвенциями привести в чувство. Среди миротворцев было достаточно много людей, которые не хотели подкидать свое расположение. Даже в самые тяжелые моменты руководил этим батальоном подполковник Тимирман. Сам четко доложил о начале этой грузинской операции. Сам действовал в соответствии с его военной выучкой, решая вопрос с переброской бойцов на то или иное направление. Сам, отстреливаясь, бросая гранаты и все остальное со своими солдатами, он сделал все, что зависело от этого небольшого контингента. Всего лишь 500 человек, тогда как грузины сосредоточили десятки тысяч своих обученных солдат и офицеров на подступах к этому маленькому городу. Небольшой сам по себе. Рядом с командиром батальона воевал и начальник взвода. Его фамилия Сергей Щевелев. Все точно так же. Разведчики, как все мы знаем, они умелые люди, потому что они любят делать без шума. Но если в открытом бою, ничего не остается делать, как воевать и воевать хорошо. Прицельный огонь со всех сторон, артиллерия, ракеты. Сердей Щевелев погибает в определенный момент, оставив своего командира в еночку оставшимися людьми личным составом командовать. Начинают подходить разные части, в том числе поднятые по треводе. Они начинают оказывать содействие. Одна из таких частей, она получает прямое указание выдвинуть в сторону городка миротворцев и попытаться их деблотировать, спасти людей всеми возможными способами, как-то их вывести. Эти мотострелотеи неимоверными усилиями прорываются к расположению, помогают оставшимся живых вывести оттуда и раненых. Любая война, она имеет своих героев. Если мы говорим об Осетинском конфликте 2008 года, то здесь нельзя не упомянуть того молодого человека, который держал под огнем своего пулемета, который ни разу не выстрелил, но он им угрожал. Огромную колонну грузинских военнослужащих, которые там были в сопровождении всякого рода журналистов, ехавших осветить священную победу грузинского оружия в Южной Осетии. И стоял этот мальчик, и стояли там в стороне еще два его товарища, два солдата с автоматами. И был у них командир, который визавиде эту колонну пошел на переговоры по требованию грузинов, для того, чтобы они освободили проход и дали спокойно колонне пройти туда, в тот район, в который они направлялись. Солдат сказал, нет, я вас не пропущу, и передернул там в очередной раз затвор пулемета, да, давая понять, что он погибнет на этом месте, но не сдвинется с него. Последовали уговоры там и все остальное, и журналисты, иностранцы подключились к этому процессу. Когда же он поймет, что нас много, а он один, и там два человека, это же смешно. Долгие годы искали этого героя, кто же на самом деле остановил эту вот большую армаду, о которой западные журналисты написали, что 300 спартанцев не надо, достаточно одного. Потому что сначала думали, что это засекреченный какой-то разведчик групп. Один из заинтересованных людей все-таки нашел этого человека, который сейчас живет в Подмосковье, здесь в близком. И он оказался Тазбалат Эбрашев. Так зовут этого митрострелка, который выполнял задачи по контролю местности на развилке этих самых дорог. Солдат за этот подвиг не получил ничего, ни одной награды. Но так бывает, бывает часто, потому что явные герои, которых все знают, они не одиночки. Есть еще неявные герои, которых никто не знает. Я чуть ранее говорил о том, что на выручку миротворцев российского миротворческого батальона в Ценвале были направлены мотострелки, которые на своей технике выдвинулись и первыми достигли предела Ценвала. Одним из руководителей этих мотострелков был майор Вичинов. Человек, который пришел в армию по призванию, который служил не в напряг, а потому что ему нравилось. Человек, который имел свои традиции и следовал этим традициям. Грузины уже к тому времени смогли ликвидировать всякие огневые точки на улицах Ценвала. Это делалось просто. Вот так выкатывался танк и из орудия большого калибра просто разносил на кусти ту или иную огневую точку, которая мешала продвижению грузинской пехоты по улицам. Сами они, естественно, оборудовали свои огневые точки по всем правилам боевого искусства. Поэтому, когда мотострелки наши пришли туда, заваруха была еще та. Конечно, уже было проще, потому что не было массированного обстрела артиллерии крупного калибра. Град не работал по городу, потому что в городе были грузины. Как по ним можно стрелять? Но, тем не менее, плотность огня, количество грузинских военнослужащих на территории уже было просто подавляющим. Грузинские танки работали. Бронеавтомобили укрывали своих внутри солдат, которые высаживались на том или ином нужном месте. Вот в таких условиях боевали наши мотострелки в этом жестоком бою и погиб майор Вичинов. Но его подчиненные пробились к ладерю, где стояли миротворцы, убедились, что, значит, среди них есть еще живые. И под непрерывным обстрелом все-таки вывели эти оставшиеся контингенты из окружения. Это был тот подвиг, за который не только майор Вичинов, но и другие военнослужащие этого подразделения были награждены государственными наградами. Майор Вичинов погиб, но слава о нем. И его дела помнят и в Южной Осетии, и в России, и в том подразделении, в котором родился, как командир зарекомендовался с положительной стороны, будущий герой России майор Вичинов. Подвиг — это такое состояние, когда человек делает больше, чем на его месте сделала бы другой человек. «Когда сам погибай, товарищи, выручай». Подвиг рядового ничем не хуже подвига майора или генерал-лейтенанта, а подняться под пулями и пойти в атаку — вот это вот подвиг. Нечто подобное мы говорим и о людях из того самого замечательного миротворческого батальона, который находился в Южной Осетии. Я никак не отрицаю участие всех остальных военнослужащих по треводе выдвинутых в эту республику для оказания помощи в принуждении Грузии к миру. Там были и летчики, там были и ракетчики, там были люди всякого рода войск. Они, каждый из них, делали свое дело. Но я опять возвращаюсь к этому самому миротворческому батальону, потому что ему пришлось испытать, наверное, больше, чем всем остальным. Скромный солдат, рядовой, механик, водитель бронемашины. Антон Марченко в таких условиях повел себя как герой. Он не думал о том, чтобы спастись самому, хотя понимал, что такое бронированная машина, когда там рядом в нее стреляет танк. Это ненадолго. Почему? Потому что несовместимые по мощности броневого вооружения танк и боевая машина пехот. Тем не менее, презрев все эти вот сравнения, все свои ожидания, что его вдруг убьют или не убьют, он сел за рычади и двинулся с остатками своих боевых товарищей на выход из окружения. Он это делал в условиях, когда его машина уже горела. Как мы знаем, товарищи по НАТО щедро вооружили грузинов всякого рода вооружением. Им удалось подбить эту несчастную машину, но она продолжала двигаться, хотя уже горела. Вот она двигалась до тех пор, пока последний пассажир, которого привез Антон к безопасному месту, не потянул ее Антон. Антон, он не успел потянуть. Машина взорвалась вместе с этим молодым человеком, который спас своих друзей, своих однополчан, но сам спастись не успел. Машина взорвалась вместе с боекомплектом, со всем горючим, которое было в ней, и Антона не стало. Казалось бы, ну что ему нужно было от этой войны? Тем более срочная служба или контрактная служба, она не предполагает, чтобы 20 или 30 лет оставаться в армии, а потом вернуться на гражданку, где не стреляют, где танки в тебе не целятся. Но это вот одна из черт характерных для всех героев. Они в тяжелую годину, в тяжелое для страны время, они идут воевать за ее будущее. Почему? Потому что они не могут себя отделять от нужд страны. Потому что они слишком часто задают себе вопрос, если не мы, то кто? Вот нечто подобное мы сейчас наблюдаем в эти дни. Сотни тысяч молодых людей побежали непонятно куда, только лишь при одной мысли, что их могут взять на войну. Вот кому нужны трусы и негодяи на войне? Они не нужны никому. Нам достаточно того, чтобы были вот такие вот Антоны, которые горят, едут, выполняют свои обязанности, даже не задумываясь, что они вот тоже хотят жить. То, что у них есть мама, что у них есть папа, там сестры, братья, что они впереди, может быть, стали бы прекрасными отцами, вырастили своих детей, дали им должное воспитание. Нет. Интересы Родины, они важнее. За интересы Родины надо воевать. За интересы Родины надо погибать. Родины – это естественная среда и естественный способ существования для каждого героя. Большой славой покрыли себя в небе Южной Осетии российские летчики. Среди них были разные совершенно люди. Были полковники, которые прошли в своей жизни и Афганистан, и Чечню, и все остальные конфликты. Были молодые пилоты, которые только недавно закончили военно-воздушное училище. Были люди, которые имели звание майор, капитан, то есть находились еще где-то примерно в середине своей карьеры. Но летчики оставили о себе великую память. Все помнят президента Грузии Саакашвили, который вдруг в какой-то период, находясь неподалеку от места, где велись бои воздушные, услышал урок от российского самолета, упал в истерите на землю. Над ним склонились его многочисленные охранники, прикрывая его тело. Он был в истерите, потому что летчики навели шороху не только в Южной Осетии, они добрались и до других городов, в том числе грузинских городов. Потому что понуждение к миру не предусматривает вылет и на эту территорию, потому что все колонны, все части, центр управления полетом, наведение на цели и так далее, все располагались, в том числе, на грузинской территории. И прежде чем начать операцию по зачистке юго-осетинской территории, надо провести определенный объем работы на грузинской территории, уничтожить те подсобные всякого рода центры, которые помогают грузинам сражаться в Южной Осетии. В этой связи российские летчики себя проявили как настоящие герои. В ходе боев несколько самолетов было избито, и только потом стало ясно, почему же, чем обусловлен такой успех грузинских ратильщиков. Оказалось, что вдобавок к тем ратетам, которые Украина, наша соседняя добрая, замечательная республика, страна, она поставила грузинам накануне эти ратеты, типа букв 1М, да? Но помимо ратет еще поставила свои расчеты, боевые расчеты. Этими ратетами управляли не грузины, а управляли наши братья-украинцы. Вот, поэтому и возникли эти самые потери, что уровень «подготовьте тех боевых расчетов», которые прибыли из Украины, да? Он был достаточно хорошим. И понесенные потери были боевыми, ну, вынужденными потерями. Куда издеваться? От нашего же оружия погибли наши же летчики, наши же самолеты, наша техника. Одним из очень весомых, так скажем, моментов в истории юго-осетинского конфликта можно называть тот день, когда президент России, тогдашний Дмитрий Анатольевич Медведев, собрал в Кремле жен и детей тех самых летчиков, которые погибли в осетинском небе. Им на вечное хранение были переданы все регалии, которые полагаются героям Российской Федерации. Это и звезда героя России, и грамота, которая дается к этой звезде. Женщины старались никаким образом не проявить свою слабость. Настоящие героические жены настоящих героев осетинской войны. Вот как освещался этот момент в нашей прессе. Звезды героя России в Кремле из рук президента Российской Федерации получили их жены. Маина Едаменко за майора Едаменко, командира звена штурмового авиационного полка. Галина Покровская за старшего лейтенанта Пуцитина за заместителя командира десантно-штурмовой роты. Любовь Ржавитина за полковника Ржавитина, старшего штурмана испытателя испытательной авиационной эскадрильи. Анна Шевелева за старшего лейтенанта Шевелева, командира разведывательного взвода разведывательной роты миротворческого батальона. Скоротечность этого конфликта, она обусловила и его результаты. Пять дней для сегодняшней современной войны – это очень короткий срок. За пять дней удалось разгромить передовые грузинские части, которые подошли к Сенвалу вплотную, и развернуть их в сторону Тбилиси. Паника была такой величины, что люди побросали все – свою самую современную технику и свое вооружение, и бежали долго и упорно. Я вспоминаю передовые части батальона «Восток», прибывшие из Грозного, тех людей с большими, огромными, объемными бородами, которые сидели на броне. И на каждом БТРе было написано, откуда этот БТР, батальон «Восток Чечня». Я представляю, с какой силой разбегались все те захватчики, которые пришли на эту землю в виде чеченцев, которые славились во все времена своими боевыми качествами, которые спасли и Абхазию в гражданской войне 92-93 годов от притязаний Грузии. Все подошедшие континенты сделали свое слово. Если бы было указание на полную оккупацию Грузии, оно бы… это действие состоялось. Потому что паника была неимоверного уровня. Побросали все, попытались начать боевые действия на море. Там тоже получили боевые катера, пожгли их в Черном море. Вот… наши войска вошли в Батуми. Там была плотная большая база вооружений, которые в части трофеев вывезены, и часть находится здесь, в Подмосковье, в музее боевой техники. Вот… это нетипичная война. Но люди, которые в ней погибли, они не были виноваты ни в чем. Если люди говорят о том, что они требуют своего самоопределения, они хотят воссоединиться со своими братьями, которые там находятся по левую часть военно-грузинской дороги, да, почему не прислушаться к их мнению? Почему в Косово албанцам можно? Почему в Южной Осетии осетинам нельзя? Почему такие перепады в международных отношениях, когда, казалось бы, элементарные вещи надо решать с помощью жесткой военной силы? Надо задумываться о том, что стоит ли клочок земли того, чтобы за него погиб хотя бы один грузинский солдат. Эта война, она продемонстрировала то, что мир – это эфемерное слегка состояние. Почему? Потому что полно людей, которые считают, что они чего-то недополучили в свое время или, наоборот, им передали что-то не то, что они подписали какие-то там ограничения для своей армии, для своих там вооруженных сил. Поэтому они хотят восстановить свои позиции в того времени, которое безвозвратно ушло. И под этим предлогом они готовы на любые провокации разжечь войну в любом месте земного шара. И осетинская война, она в этом отношении самая показательная. Потому что, если хорошо подумать, с такой подготовкой, с таким оснащением, с такими контингентами ничего не сделать против, по сути, малозащищенной республики, а потом получить должный ответ на все устремления и бежать долго и упорно, а часть своих солдат побросать в плену. Вот. Надо задумываться о том, что стоит ли клочок земли того, чтобы за него погиб хотя бы один грузинский солдат. Наши герои, они герои и в Осетии. Практически каждый из отличившихся военнослужащих получил знати отличия и от благодарной Южной Осетии. Их именами очень часто названы школы, улицы, городов и деревень в этой республике. И, насколько я знаю, все там ждут, когда же произойдет полное воссоединение осетинского народа. Когда это произойдет, ну, мы не будем гадать, но надеемся на то, что это произойдет когда-то. И два родных брата или родных сестры наконец-то останутся без каких-либо границ. Они смогут обнять друг друга и не боясь за то, что откуда-то раздастся выстрел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова